Это вторая часть проекта, по сути, в принципе, базовая идея у нас осталась точно такая же. Мы определили с более четко-столевой аудиторией. У нас сейчас есть три направления. Первое направление — это люди социально активные, которые интересуются тем, что происходит вокруг них и хотят поучиться, посмотреть, поделиться опытом, как себя вести в той или иной ситуации. Второе — люди, которые любят проверять факты, которые СМИ подают им и проверять их, скажем так, на актуальность и на достоверность, не показывая для нам кусочки того, что удобно определенным людям и т.д. Это проверка, по сути, фактажа. И третье — это люди, которые хотят, конечно же, попробовать себя в гражданской журналистике, потому что это сейчас у нас очень актуально. И это один из инструментов, которые люди могут привлечь к себе внимание таким образом. И возможно попробовать себя в более серьезном направлении в журналистике. Это такие три основные направления, основные моменты, с которыми мы можем работать и которые мы будем привлекать непосредственно в работе с этим, это, напоминаю, приложение и сайт, который позволяет просмотреть все активные стримы, сделать футерацию по теме, по населенному пункту и т.д. То есть вот в таком направлении. Как момент еще такой? Учитывая то, что у нас будет сохраняться видео у автора, грубо говоря, можно будет просмотреть всю историю его видео, можно рассматривать частично как архив. То есть если бы в тот момент, например, события Майдана, то есть мы можем четко аналогию проследить, что, зачем, и с привязкой GPS координатам. Точно так же можно сделать. То есть, грубо говоря, это накопление информации, и все равно время проходит, но актуальность тех и длинных событий мы видим в 2004-2014 и такое дело. Значит, архив, проверка, фактажа, работа с информацией. Еще моменты, озвучивала дополнительно, обращала внимание, привязка уже без координаты. Опционально выбираем, как или иначе. Потом создание аккаунта у нас либо через Facebook, либо через Twitter для того, чтобы хотя бы первично отсеять кодов и всякую ненормальную активность. Вот. Потом отметка ключевых моментов, которые есть на видео. Через 40-минутного видео мы видим, где у нас самые горячие события происходили. Далее, возможно, позже, нарезка ключевых моментов. То есть, по сути, у нас лежит всего видео. Система автоматически обрабатывает его, показывает, какие самые крестные моменты для всего потока видео были. Ну, то есть, условно говоря, это реализуется методом плейлист, когда, конечно, из одной видяки, но плеер просто воспроизводит ровно то, что отмечено автором как, например, главную, или как ты его ответишь, уже не важно, просто по маркерам. Да, да, да. И касательно вопросов, которые нам задали в плане перископа, сравнения и так далее. Перископ — это все хорошо, но он позиционируется по-другому. У нас это социально полезный контент, который интересен большинству населения. Это не какие-то общие узкие моменты, которые относятся к хобби и так далее. Это конкретно нацелено на помощь, интересную, на актуальную информацию. Потом, по поводу монетизации. Есть и нам предложили несколько вариантов. Один из них сейчас мы видим — это краудсолнцем и краудфандинг, потому что брать деньги за контент автора сейчас не будет смысла никакого, это не пойдет. А если позиционировать это, по сути, как обмен опытом, люди рассказывают, как они решают все или иные вопросы. Вопросы там мафы, которые возникли внезапно. Вопрос общения правильно с полицией, какие права, собственно, у нас есть, как с нами вообще должны обращаться по-хорошему. И это такой некий опыт и обмен знаниями. И мы рассчитываем на то, что люди будут поддерживать подобный контент. Ну, собственно, таким образом финансировать. Самая большая цития расходов, по сути, это трафик, который будет принять, потому что это онлайн, это стрим. Как вариант решения вопроса, это все-таки партнеры цифровых вопросов в том числе. Вот, тогда в плане трафика. Пока все. Кажется, да. Вопросы? Вопросы? Можно мне тогда сначала вопросы? Да, вопрос. Вопрос на простое, как вы собираетесь конкурировать с YouTube, с выходящим Amazon, новым сервисом за контент людей. Сейчас в Украине уже все прочувствовали эту тенденцию, что на снимаемом любительском видео уже спокойно зарабатывать, заводить свои каналы, да, где делать там пау-буду блюшки, вкладывать, сейчас к этой игре подключается Amazon, да, с его онлайн-сервисом. Вот. То есть, в чем для меня, для человека, который снимает видео, интерес размещаться вообще у вас, если я такого ничего не получаю, если я могу относиться на миллионную аудиторию, да, и зарабатывать с этим сервисом. Тут вопрос, какой информацией вы захотите делиться. То есть, опять же, сравнивая с перископом, с YouTube и так далее, там очень много направлений информации. Там, как вот прекрасно обслуживать в каком-то кафе, как там, не знаю, как вам понравилась выставка и так далее. У нас же это больше направление обучения и обмена информацией. Это социалка у нас. Да, только вариант. И плюс подача информации. Еще один инструмент, наверное, СМИ. Вот так вот можно объяснить. Поэтому YouTube — это очень классно, это широкая аудитория, но она не вся заинтересована в контенте, который транслируем, например, мы. Поэтому тут скорее формирование комьюнити, сообщества, которому интересно определенный круг тем. Вот и в этом направлении, я думаю, и стоит развиваться, потому что, да, у нас очень много дублирующего, но не по смыслу, а по сути. Мы же концентруемся на том, на главной идее ресурса, обмен информацией, обмен данными и, наверное, обмен пол. Можно невеличкий коммент по этому? Також будет реализованный проброс автоматичный, сразу, если там юзер зашел в кабинет, выставлял в YouTube, в E-mail, в Яндекс.Видео. Один раз кидается на сервак, и далее автоматично раскидается по социалкам с тими хештегами. Ну, правда, сразу же реманочка, что YouTube, на самом деле, является второй поисковой системой в мире по количеству запросов. То есть, туда люди приходят за самой различной информацией. И тот небольшой сегмент, который вы хотите оплатить, он, на самом деле, занимает всего 1-2% общих интересов людей. И люди, в первую очередь, пойдут туда, где покрывается большая часть их интересов, чем на какой-то нишевой класс специально, что тут, они говорили, есть свой интерес. То есть, в существующем платформе он будет очень сильно проигрывать. Второе, с вопросом монетизации это тоже не решает. То есть, если у человека есть уникальный контент, то в первую очередь, его выложить туда, где он может на нем заработать, а не туда, где он какие-то интересы своим оставит. То есть, я пока не вижу с вашей стороны решения этого вопроса. Почему пользователь должен выкладывать информацию именно у вас и на существующих сервисах, которые уже имеют аудиторию и имеют монетизацию? Я же говорю, то есть, это один из вариантов монетизации, который мы услышали, который, в принципе, сейчас показался более-менее оптимальным. Но, опять же, тут вопрос, наверное, легкости поиска этой информации. То есть, в Ютубе хорошо, если есть у автора отдельная аудитория, которая конкретно знает, что он транслирует тот или иной материал. У нас же само по себе ресурс позиционируется по очень четкой тематике. Поэтому, да, я согласна, что над этим нужно думать дальше, но все-таки и у нас есть свои плюсы и дополнительные возможности, как отмечание ключевых моментов, нарезка и так далее. То есть, технологически у нас есть плюсы, которые гораздо более выигрышны, чем существующая платформа. Ну, это такой вопрос дискуссионный. На самом деле, у Ютуба тоже есть там плюсы, да, учитывая то, что там все пользователи, которые, смартфонами, да, и мобильная платформа, то здесь, там, может быть, у Ютуба больше плюсов, чем там, например, у вас. Вот. Поэтому и в любой момент Ютуб может добавить все тренирование от всего контента, который есть, и можно будет искать не только по названию но и внутри контента. То есть, хочу я увидеть там еще в роли Камвара, там, 67-го года, могу ввести и мне покажут все ролики, в которых он есть внутри, при этом ни в названиях, ни в категории этого не будет. Вот, то есть, ну, это... Понимаю, технологии у нас сейчас... Сомнительные преимущества. Время у нас сейчас такое, что технологии и новинки появляются абсолютно каждый день, поэтому я с этим согласна. Но отметка ключевых моментов на видео, ну, сейчас это то, в чем я вижу очень хороший плюс, и конкретно можно фильтровать информацию по этому поводу. То есть, опять же, экономия, вообще-то давая времени, 40 минут просмотра всего, либо ключевые моменты. Экономия для журналистов, для репортажей и так далее. Ну, в итоге вот, как Антон говорил, есть возможность автоматически привязывать этот сервис к существующим решением типа этого же YouTube. И, да, нужно посмотреть, в принципе, ну, в теории это возможно. Там, ну, если можно какие-то букмарки оставлять... Есть, меткие по часу. ...с тегами. Давай ссылку на конкретную секунду, и тебе можно. Ну, да, да. То есть... Ваш внешний сервер из 40 минут выбирает 7 интересных точек, их тегирует, их выкладывает. И вы, по сути, берете чей-то лайв-стриминг и просто делаете настройку. То есть... Ну, просто в том, что вы разрабатываете, и что стоит больше всего денег, я не вижу, как вы заработаете. А в том, где вы несете доп. ценность, например, как сократить мне лекцию в 40 минут, чтобы я нашел что-то важное, вы несете доп. ценность для меня, но вы ее продаете как... Ну, так, это между прочим... Как сопровождача. Смотри, ваша задача будет, помимо разработки технологии, еще это продать. Когда ко мне приходит человек и говорит, надо, чтобы вы нам разработали новый Facebook. Я, конечно, рад. Я спрашиваю, чем он будет, почему люди там зарегаются? Ну, вот у нас там, вот у нас будут соседи, вот надо тут коляску сдать, свадьба началась, вот ты в соцсети, там, вот это все попросил по дому. Я понимаю, что, как бы, да, фишки есть, но события этих... Ну, будет 5 штук, и я просто забуду логин пароль этой соцсети, когда это событие наступит. То есть, ваша штука суперклассная во время, я не знаю, это открытые суды, вот это все там, майданы. То есть, в момент, когда каждая секунда важна, и никому верить нельзя, ваш сервис востребован. В мирное время надо быть таким уже, а правда ли он снимается из Солнынской области, из поселка такого-то, ну, сомнительна применимость в мирное время. Хотела бы добавить, мирное время, относительно мирное время, потому что, ну, часть у нас все-таки территория... Не-не, я сейчас не проявил люди, я говорю, что ваш продукт будет работать только там, где, я извиняюсь, жопа, а там, где жопа, там рекламодатели, там FFCG не бегают, а покажите вам прокладку между вот этим убийством и вот этим вот человеком, понимаешь? Ну? У нас просто сейчас очень много информации, которая как-то негласно не транслируется. То есть, тут момент того, что какие пласты информации можно поднять в подобном, ну, в подобном сервисе. То есть, этот социальный сервис отстанет от меня с вопросами монетизации, правильно? Нет-нет-нет. Там, секунду, там есть, по-моему, контрремарка у Кати. Нет, у меня не контрремарка, потому что я все время стараюсь представить себе, ну, вот, я могу себя отнести к людям, которые называются громадские активисты, и, ну, зачем я пойду к вам на платформу, да? То есть, я понимаю, что если меня интересует, например, состояние коммунального хозяйства в моем городе, да, я снимаю какой-то нафиг убитый двор Киев Энерго, который трубы починил, а там упорядку, упорядкувание не сделал, да? И я при этом не являюсь человеком, который бесконечно снимает что-то просто для того, чтобы запостить эту френд-ленту. Ну, просто реально времени нет, да? То есть, тогда ваша ценность в том, что меня кто-то услышит, ну, что я это сделаю, и мой месседж куда-то уйдет. То есть, если потенциально это уйдет на какую-то большую дискуссию на локальном канале, где обсуждается хозяйство, то, ну, наверное, мне это будет как-то интереснее, чем просто выдать его, отвечая вот вопрос на видео. То есть, это какая-то, ну вот, более таргетированная история. Ну, то есть, если в эту историю добавить локального вещателя, я правильно понимаю? Ну, то есть, это каким-то образом нужно, ну, то есть, это должно быть не внутренней интернет-разности, извините. Да? Нет, нет, нет. Потому что иначе, вот мотивация, если я все равно снимаю, все равно это для меня самоценно, да? Вот то, что я почу, какое-то видео, то я не понимаю, зачем мне нужны вы. А если мне нужен канал говорить о конкретной этой проблеме, то, наверное… Ну, есть, кстати, такая история, ее создавали, мне кажется, интерньюс, это апп, в которой ты загружаешь телефон, ты выбираешь тему, я не знаю, кстати, созданную окончательно или нет, и ты загружаешь это видео уже конкретно под эту тему, типа «Киев.Энерго.Козлы». Да, да. И когда канал делает программу про Киев.Энерго, он достает из этого вообще радостного места все, что касается в Киеве Нерго, ну и скачет по городу, вот, а делают конкретно на основе ваших видео, скажет, вот, пошума. Ну, что-то такое. Ну, вот, понимаешь, это должно быть что-то, что дает мне вкус большой аудитории, в принципе, все грамматские активисты это не делают для того, чтобы порадоваться, что «Киев.Энерго.Козлы», мне нужно какую-то увидеть... А, решить вопрос, да. Мы просто смотрели дальше, это уже был какой-то следующий этап, но если рассматривать это как инструмент решения вопроса, то есть это накопление некой информации, и потом продумывание, каким механизмом можно решить тот или иной вопрос. То есть это уже привлечение даже социальной активности, как люди захотят решить тот или иной вопрос. И плюс, вообще идея сервиса как такого возникла в том числе для использования во время выборов. То есть у нас есть наблюдатели, которые должны там фиксировать все или иные нарушения, и вообще как происходит там, нет ли подкупов на участках, и вообще что происходит по городу, в котором там есть локальные какие-то выборы, что происходит, как вообще организован этот процесс и так далее. Как вариант, вот это, ну, каждая, 4-5 лет у нас выбора, но в последнее время все чаще и чаще. Секундочку, я вот сейчас, чтобы мы не тратили время на выборы, я когда-то посчитал по своей жизни, а потом по жизни своих предков, короче, спокойной жизни тут не было последние 150 лет никогда, и я не уверен, что этот тренд изменится. Паш, ну ты понимаешь, как бы, если это, ну, это мысль, это вот история про внутреннюю видеосторочку интера, только нам, ну, то есть история, когда мы привлекаем к этому какое-то неограниченное количество людей с смартфонами, да, и... Ну, то есть это приколы гражданской журналистики, это приколы, когда если кто-то захочет попасть в телевизор и сможет попасть в телевизор, благодаря такой истории, что он четко, где он кондированно снял нечто, что телек может себе взять, если мы говорим про местный телек. Это вопросы о коммуникациях, я думаю, тогда вот там бы это тебе тоже можно поискать, когда они могут быть допиленными. А, соответственно, уже, ну, например, по крайней мере, вот как телек я мог бы найти такую сторону, но я же, ну, кроме телек, как есть... То есть можно как общественный активист? Как общественный активист, да. Вопрос там решения проблемы тоже. Как я две недели назад, месяц назад, я снимала в державу в мегативной службе. Ага. Вот, и я снимаю в реальном времени, это ей даю, да, показываю эту бабу, которую она в сочной плане сейчас, понимаешь? Ну, это прекрасно. Не только киджай на шкале. Я бы воспользовалась бы этим там с полоборота, и если бы оно еще привлекало внимание, как вот в Фейсбуке, по-моему, это решение, кто с тобой рядом, да? А, отметить. Так по сути и будет. На сайте отображается только в определенном городском соединенных стримерах, в том числе. Можно онлайн это сделать сразу. Вот оно мне там, да, приложение в связке с Фейсбуком, чтобы оно мне оказывало онлайн же, что Фейсбук-стрим же уже решено, и вот, чтобы оно меня сразу связывало с такими же пришипленными на районе, как я. Это то, чего мне еще не хватало. Спасибо. Мы не в сапсе, но единственное, кто может, именно, наполнить, кому нужно это огромное количество разного акцентированного видео, я не знаю, много ли готовы были бы они платить, это надо проверять. Ну, я думаю, что это расследовательское журналистство, вот это им, оно будет интересно. Ну, под футажей, если гад не знают, под футажей можно использовать. Это интересно и оплачено телеканалами, локальными, региональными результатами, потому что большой вопрос, но может вступить в силу тропа. Но если там не требуется большого сэппорта, ну, я имею в виду постфакт, то я думаю, что в это могли бы вложиться такие проекты, как Мурки, ну, те, которые работают с развитием именно гражданской общественной инициативы. Ну, вот, это вот такое на стыке гражданской общественности. Так, друзья, мы залипли на эту идею, она нам, да, прошу, 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 прошу. А как здесь будет сотрудничество с телеканалами происходить? Журналисты дома, он стыкается с множеством информации, видеоконтента родного, он может не знать о том, что появилось какое-то вот событие, и его можно осветить. Как вот это такое? Какое-то событие, ну, если я правильно поняла вопрос, на сайте будет поиск по тематикам. То есть человек, журналист, не журналист, заходит и может просмотреть самые последние новости по определенному запросу, там, из чистого судов, уже проходит, вот и так далее. Это если зайдет журналист, а если он, ну, он занят чем-то? Ну, занят, понимаете, насколько важно ему получить информацию то, ну, настолько, наверное, ему нужно проверять вот такие подобные ресурсы. Ну, реализовать нитификейшн на телефон, там, чьи емейла, это легко реализуемо. Я думаю, что будет ответ скорее правильный, если это будет построено, как потоки от информационных агентств. Если я, как журналист, сидящий, там, я не знаю, в Одессе, и меня интересует все, что происходит в Одессе, ко мне в ленту, в почту должна бываливаться какая-то короткая, там, информация о том, что появилось видео. И тогда я могу это забирать себе в эфир и использовать. То есть, истории про то, что я пойду и поищу, не работают. Просто нитификейшн на телефон, но они не будут обновляться в каких-то подобных вещах. Да, какая уведомление? Ну, значит, это может быть какая-то суббитация. Смотрите, есть... Это можно расстраивать теоретически. То есть, ну, например, там, какой-нибудь ввести вариант конфигурации, при котором, там, если, например, в одном радиусе в каком-то резко пять стримов перевелись в режим, что, мол, что-то активное супер происходит, то все, кто заинтересованы были, получат сообщение о том, пуш-нитификейшн, либо имейл. Нет, ну... Очень срочно перейти сюда. Ну, в телефонках минимум точно. Хорошо. Друзья, мы опять уходим слишком глупо, а у нас, во-первых, соблюдение наручки готово, а во-вторых, мы еще не дослушали остальные идеи. Тут спасибо. Спасибо.